Кто тормозит формирование комфортной городской среды? Это в четверг выясняли на совещании в правительстве региона. Заседание начали сразу с разбора полетов. По словам курирующего эту программу Максима Громова, в августе работы уже должны заканчивать. Однако, видимо, некоторым муниципалитетам комфортная городская среда не нужна. Департамент мне докладывает следующее, что сегодня три муниципальных образования до сих пор не получили положительное заключение государственной экспертизы по проектам благоустройства дворовых территорий. Это городской округ Иваново, Приволжское городское поселение и Юрьевецкое городское поселение. С экспертизой на проекты благоустройства общественных территорий проблемы та же, да и герои те же. Иваново, Приволжск и Юрьевец. В списке также Кохма и Шуя. Срок на исправление муниципалитетам дают крайне короткий – до понедельника. На момент подачи документов именно в департамент и в сроке, все будет подано. В понедельник – это срок неисполнимый. Однако слушать оправдание зампред правительства не стал и сроки сдачи всех документов не изменил. Отметил, подобное отношение к федеральным проектам может вылиться в серьезные проблемы для всего региона. Минструем принято принципиальное решение, что распределение средств на следующий год будет осуществляться в том числе с учетом успешности стерилизации проекта в 2017 году. Поэтому ни исполнение, ни качественное исполнение, ни в срок и ни полное будет являться основанием, коллеги, для уменьшения средств федеральной субсидии нам на эти цели. А к 1 ноября проекты благоустройства должны быть утверждены и заверены в департаменте ЖКХ. Зампред правительства предупредил – всех тех, кто с работой к этому сроку не справится, могут отстранить от занимаемой должности.